Всем привет! Сегодня у нас 18 октября. Я иду за Радой. Одела сегодня Ромину куртку, потому что я свою сожгла в печке. Я осенне... Осенняя погода закончилась, снег пошел, и я подумала, что все, уже зима. И достала зимнюю куртку, а то ее надо было уже выкинуть, зажечь, потому что у нее сбился пух при стирке. И я такая думаю, надо ее, короче, сжечь, и на весну потом я себе другую куплю. А если я ее не выкину, не сожгу, то я потом ее опять напялю и буду таскать. Хотя там говорят, что пух сбился внутри, и где-то его много, а где-то его нету. Короче, ну уже все, нельзя это носить. Короче, я свою в печку закинула и уничтожила. А теперь зимняя, мне жарко, ну и, в общем, взяла Ромину, одела. Это Ромина школьная, а там я еще Ромину домашнюю. Но она тоже хорошая, черно-серая. Постираю, короче, чтобы осень тут доходить. Может, ее иногда буду одевать. Но на весну я себе возьму другую куртку. Вот такие вот дела. Сейчас иду зарадкой, потом пойду в магазин. В общем, была я в магазине и купила еще вот такую вот маску для волос. Не знаю, она корейская или китайская. Почему? Потому что вот сейчас весна, блин, осенью. Стали волосы сильно сыпаться. Ну и, в общем, вот, взяла себе маску, чтобы волосы перестали сыпаться. Ну и объемчик тут большой, хороший. Наверное, можно и себе, и девчонкам мазать. Попробую. Завтра бану затоплю и попробую. В общем, сегодня суббота. Весь день сегодня по дому ползаю. Вытряхивали паласы. В общем, мыли полы, все такое. И сейчас вот на вечер баню топлю, чтобы детей перемыть, себя помыть. Ну что-то она с переменным успехом тут никак не затопится. Ну, в общем, торчу тут в предбанике. Смотрю видосики, пока пытаюсь расшечь этот костер. Ну вот, как натоплю, так натоплю. Потом буду всех мыть. Я приехала из города, купила Роме обувь. Вот тут вот распаковывай. Ну, это я себе взяла видео снимать. А это что? А это в подарок дали эту губку, которая для обуви. Ну, потом разберемся, как ее открывать. Вот эти уже зимние они. Ну, можно еще раз не купить по утрам, когда морозится. Не ломайте. Это я свои колготки забрала с Валберса. Это я взяла на сочи. Ох, ничего себе там. Кло? Да. Ну, иди померь. Я на себя мерила. Мне как бы они большие, значит, тебе должны нормальные. Ну, и это детям фрукты и кексы, кексы. Сегодня у нас какое? Двадцатая. Сегодня к нам пришел пылесос. Это Серега заказывал оттуда, с России, через Валберса. Артем нам доставил из Паладара. Вот он нам, этот, демонстрирует, как он должен работать. Ну, все хорошо. Дядя, тихо, тихо. Да, дядя поиграется тоже. В общем, сразу мы ему тут место нашли, этому пылесосику. Сюда за шкаф. Артем прикрутил эту штучку и все. И он сюда прячется. Его так и не видно. Тут за шкафом он у нас висит. Место ему нашли. В общем, у меня в бане там была эта калитка. Она и так не держалась никогда. Ну, она как бы падала, но всегда оставалась целая. Тут она в последний раз упала, и у меня откололся вот такой вот кусок. А баню мне же надо было дотапливать, и опять получается там уголь с одной стороны, с другой высыпается. Дым идет, и я опять, как всегда, психую. А там я металл вот когда собирала, и там видела, тоже есть калитка, но она была тоже там, короче. Не было крепления, чтобы она нормально закрывалась, нормально открывалась. Вчера Артем был, я передала ему эту калитку, сказала, на, пусть батя посмотрит. Может, где-то как-то приварит там нормально, и потом я установлю себе на баню другую калитку. Ну и, короче, вот он мне сегодня привез, сейчас я покажу калитку. А это вон та труба, которую я говорила, из печки выдернула, вот тогда дымела. Короче, я потихоньку, помаленьку, получается, отремонтирую баню, потому что вот там что-то не так, меня не устраивает, я переделываю. В другом месте что-то не так, меня не устраивает, я переделываю. И вот так вот потихоньку и сделается. Ну и, в общем, вот она эта калитка. Тут просто было одно крепление, а второго не было, и получается было все по отдельности. И отправила я тут, вот они мне приварили. Ушко теперь у меня тут будет открываться, закрываться, все окей. И вот тут он мне приварил еще, типа, продолжение вот этой задвижки. Она была просто такая тоненькая. А он сделал вот эту вот штуку, чтобы, типа, руки не обжигать. Ну, теперь приклею я эту калитку, и у меня будет в бане новая калитка, короче. А еще сегодня должны привезти холодильник с ремонта. 21 октября мы идем за Радой в школу. Короче, Рада сегодня писала Олимпиаду, только я не знаю, по какому предмету. И раньше освободилась, и мы побежали ее встречать. Холодильник мне привезли. Холодильник все работает. Сейчас надо там бы еще розетки и кабель, ну, вот этот провод поменять в углу там, где как раз это все подключается, чтобы это все хорошо дальше продолжало работать. Этот холодильник мы когда-то брали с рук, тоже по объявлениям в ЛИКС. И, в общем, он где-то у кого-то сколько-то работал. И у нас уже он, не знаю, сколько лет, потому что уже, я помню, что Рома тогда был, а девчонок тогда еще не было. То есть этому холодильнику, ну, вот у нас он лет 10, наверное, работает. И вот только сломался. А до этого мы его брали с рук. И он там тоже еще сколько-то работал. Ну, короче, других, в принципе, мне не надо. Если бы я даже брала, я брала бы меньше. Я не люблю и не хочу такие большие холодильники, как сейчас модные, да? Ну, вот эти огромные. Потому что я практически, как сказать, готовлю. Мы когда сварили, съели, сварили, съели. Мы не храним там ничего в холодильнике. Вот. И поэтому такой вот холодильник вполне меня устраивает. Вот сейчас там все налаживаю, чтобы все хорошо работало. И, даст Бог, еще там лет 20 в этом углу простоит. Так, смотри, упадете. Я ничего не заходила туда в магазин. По какому предмету олимпиады-то у тебя? По русскому и по математике. По русскому и по математике. По русскому и по математике. И что, как ты думаешь, хорошо написала? Да. Было и не получилось. Там такая легкая задача. Там было по математике, сколько птиц летело по небу. Там было стрекоза и смелее написано. И еще какие-то птиц летело. Ясно. Ты думаешь, что хорошо написала, да? Да. Ну, ясно. Ладно. Было всего, что четыре участника, и место только должно быть три. Первое, второе, третье. Там почти беспроигрышная лотерея, да? Практически. Главное, чтобы ты из этих четырех и не проиграла. А то сейчас такая... Главное, говорю, чтобы ты и не проиграла из этих четырех. Говорю, а то сейчас такая уверенная, типа, все легко, все легко. А потом такая, ага, все, не получилось. Как ты думаешь, получится у тебя, нет? Думаю, первое место. Первое место? Ну, ладно, давай. Посмотрим потом. Как твоя интуиция сработает? Есть. А когда будешь раздавать галстуки и из очки? Не знаю. Что-то там, я не знаю, когда мы сдавали. А, ну, она же и говорила, 21-го вроде. А уже 21-го. Надо будет потом спросить. А может быть, перед, как вот, сейчас же каникулы? Да, наверное, будет. Когда каникулы, короче, вот, последний день перед каникулами, может, на линейке дадут. Я не знаю. Так, я сижу, печатаю девчонкам раскраски, потому что принтер давно не доставала, и надо, чтобы он работал. Вот. Вот. Сейчас пока. Смотрела вчера, пока посуду мыла, туда-сюда, себе на телефоне выключила. В общем, фильм с Дэми Мур, субстанция, фильм о том, как в погоне за молодостью, за красотой не потерять саму себя. Ну, в общем, такой неоднозначный он в плане того, что много таких мерзких сцен. И многие, наверное, выключат там уже на первых мерзких сценах. Но фильм со смыслом, и стоит его посмотреть из-за его смысла. Дэми Мур вообще молодец в плане того, что показала себя такой, как она есть. Там много сцен, где она растета. И, в общем, показала, какое есть тело у женщины в таком возрасте, и она достаточно хорошо выглядит для своего возраста. И поэтому, мне кажется, надо к этому стремиться, к тому, чтобы не только девушек 20-летних показывать их тело, но и показывать, как выглядит женщина уже 50, если она показала. Но ничего нет мерзкого в этом. И то, что она потом с собой сделала, это всё ради красоты. Но потом посмотрите, во что это вылилось. И как-то даже мне попалась, короче, Валберес рекламка, там нижнего белья реклама. И некоторые фотомодели там были отретушированы, а некоторые фото то ли они забыли отретушировать, то ли они так и оставили. То есть сама девушка красивая, всё. Но у неё растяжки, как у меня на животе, видимо, была беременность, роды и всё такое. И вот на некоторых прям гладкий-гладкий живот, видно, что ретушь. А на некоторых оставили такой животик, как у неё был. Ну и тоже вот мерзкого ничего нету. Просто женщина и женщина с растяжками. Ну и я подумала, о, как интересно. Уже как-то стремятся к естественности, показывают, что у женщин бывают растяжки, что не прям такая гладкая-гладкая кожа. В общем, мне кажется, к этому надо немножечко приучать и женщин, и мужчин. Потому что женщины комплексуют, когда они видят там везде рекламки, где такая гладкая кожа, а у неё там негладкая или там что-то где-то стало не такое, как было. А мужчины, они тоже, когда их женщина не соответствует картинкам где-то в Инстаграме или в таких рекламках, тоже начинают как-то там выражать своё мнение неправильно. Поэтому, мне кажется, это было бы плюсом, если бы выставляли рекламу женщин и мужчин, таких, как они есть, и в фильмах где-то показывали тело, да, какое оно бывает, какое оно есть. Вот Дэми Мур, она красивая, несмотря на свой возраст. И то, что там где-то что-то уже не так, да, с возрастом, но всё равно она от этого как бы не становится хуже. Дэми Мур есть Дэми Мур. Мне, например, та вторая актриса, которая там была, как бы её вторая личность, мне она хуже показалась, потому что она какая-то... Ну я её как бы какая-то она для меня пустая и какой-то розовенький поросёночек вот такой. Да, там тело, всё супер, но в ней как бы нет личности. А в Дэми Мур есть личность, поэтому... Ну как, кому как. Короче, мне кажется, фильм этот стоит посмотреть из-за его смысла. То, что там есть мерзкие сцены, ну вот они и есть, это так. Ну, просто не знаю, рекомендовать, не рекомендовать, не знаю. Мне, в принципе, понравился фильм. В общем, сейчас вечером лежу, отдыхаю, слышу такой звук, грохот. Я думала, к нам кто-то в забор въехал. Выскочила посмотреть, а там, оказывается, щебень привезли. Нашу улицу будут щебнем засыпать. Ну и, в общем, это, конечно, хорошо, меньше грязи. Но я так подумала, что к нам в забор въехали. Ещё собаки все хай-вай подняли, грохот такой. Но оказалось, тут всё гораздо лучше, чем я думала. Всё, можешь всем махать. Пока-пока. 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 Ты куда собрался? Ты куда собрался? Ты куда собрался? Ты куда собрался? Продолжение следует...